Шок! Латвия буквально заварена товарами из России и Белоруссии! Такова тема сегодняшнего 214-го выпуска новостей в рамках постоянной рубрики «Мартовские иды» на канале МартЛайф. Читаю сегодня новости из родной Риги и сразу привлекает заголовок, почему в Латвии до сих пор так много санкционных товаров, недоумевает политик Крауклис. Нажимаем и вот сделан калаш на канале пресс.лв Путин и знак стоп. Нарратив понятен. Оказывается, российскими и белорусскими товарами в основном возмущаются чиновники. Герой публикации – бывший председатель Валтской городской думы Венс Арманд Крауклис на фотографии. Сейчас в Латвии очень модно высказывать свое мнение в социальных сетях. И вот господин Крауклис с возмущением пишет. Я не понимаю, почему в Латвии так много российских и белорусских товаров. Ими буквально завалены все полки. И что самое ужасное, часто шрифт настолько маленький, что многие покупатели даже об этом не догадываются. В общем, повозмущался бывший председатель Валтской городской думы и, наверное, решил, что сейчас масса людей будет его поддерживать. Однако он не учел, что в социальных сетях люди высказывают свое мнение, в общем-то, совершенно свободно. И вот этому Крауклису досталось по полной программе. Оказывается, есть магазины, которые вообще живут только за счет белорусской и российской продукции. Парадокс в том, что часто эти магазины принадлежат однопартийцам все того же господина Крауклиса. То есть на словах они говорят одно, а делают совершенно другое. Комментатор по имени Инга написала. Я всегда беру белорусские продукты и молочку, и мясо. Они всегда отличного качества. Комментатор Андрис отмечает, что санкции только лишь на бумаге. Ивита отметила, что всегда ходит в магазин Мега и ищет как раз белорусские и российские товары, потому что они дешевле. Один из комментаторов по имени Гирс посоветовал господину Крауклису не читать этикетки. В этом случае вы даже не будете в курсе, откуда Мега берет тот или иной товар. Еще один комментатор по имени Янис отметил, что он специально выбирает товары с русскими надписями и как раз прилагает фотографию. Обратите внимание, написано молоко, а вот слева кефирс на латышском языке или крэюмс. В общем, как говорится, покупатель, то есть клиент всегда прав. Короче говоря, бывший, хотя, как известно, бывших не бывает, председатель Валдской городской думы Венс Армандс Крауклис хотел сказать правду матку. Ну и услышал в ответ опять же все ту же правду матку. На том же портале пресс.лв статья фактически повторяет тему. Им за это платят или они серьезно? Мурница удивлена, что латыши хвалят Белоруссию. О ужас! На фотографии бывший министр МВД Латвии, а ныне предпринимательница Линда Мурница. Каким-то чудом бывшая высокопоставленная чиновница стала хозяйкой роскошного отеля в Старой Риге. Посмотрите, какой прекрасный вид показывает Мурница. В окне памятник свободы. Казалось бы, живи себе в свое удовольствие. Но нет, это же так скучно. Тем более сейчас все пользуются социальными сетями. Можно высказать свое мнение. Видимо, Линда Мурница рассчитывала на большое количество лайков, на огромное число положительных откликов. Но, увы, так что же написала бывший министр МВД Латвии? Цитируем ее пост в социальной сети. Я не понимаю латышей. Почему они хвалят Белоруссию в своих социальных сетях? Почему латыши рассказывают, какая же там прекрасная жизнь в соседней Белоруссии? Им за это платят? Или они серьезно так думают? Вопрошает Мурница. После чего она, как говорится, отгребла по полной. Ей четко сказали, мол, глядя на вашу сытую и довольную физиономию, ясно, что вы даже не в курсе, как живет средний латыш. У среднего белоруса уровень жизни намного стабильнее и выше, чем у латыша в Латвии, где население едва сводит концы с концами, написал комментатор. А кое-кто, о ужас, даже собирается переехать из Латвии в Белоруссию. У меня много друзей в Белоруссии, все, кто нормально работают, живут нормальной жизнью. Так написал другой комментатор. А вот некий Андрейс отметил, что, думаю, многие латыши боятся говорить открыто. Для обычного человека, который не интересуется политикой, который не является чиновником, депутатом и так далее, жизнь в Белоруссии гораздо проще, чем в Латвии. Потому что счета в Белоруссии небольшие, еда дешевая, бесплатная медицина, доступна всем и нормального уровня. Это еще один комментарий под постом Линды Мурнице, высшего министра МВД Латвии. Судя по всему, она даже не понимает, почему житель Латвии, получающий минимальную зарплату и который не может свести концы с концами, смотрит на Белоруссию с восхищением. Написала Илзе. А вот некий Эрик Линге Берзинч отметил, что Одна знакомая была Белоруссии на экскурсии, накупила кучу лекарств, в том числе тех, которых нет в Латвии, и тех, которые отпускаются по рецепту, собирается снова в Белоруссию в ноябре. Представляете, каково это все читает Линде Мурнице. Она наверняка думала, что ее многие поддержат, но все вышло наоборот. Что ж, действительно какой-то парадокс. В соответствии с санкциями, установленные Евросоюзом, из России запрещен ввоз потребительских товаров. Об этом сообщает служба государственных доходов Латвии. Но что в реальности? А в реальности жители Латвии, включая латышей, с удовольствием делятся в социальных сетях о товарах из России. Вот, например, индийский чай Гита. Судя по надписи, сделан явно не в Индии. Кстати, в Латвии есть такое латышское имя Гита. Многие хвалят знаменитый шоколад Аленка, который выпускает Красный Октябрь. А многие комментаторы рассказывают, какую водочку они купили из России. Царскую, национальную. В общем, название можно перечислять бесконечно. Даже составляются рейтинги и всякого рода топы русской водки. Белая березка, старая Казань, хаски. Название, название, название. В общем, русский стандарт как в прямом, так и в переносном смысле. Дело в том, пишет один из комментаторов, что у чиновников своя жизнь, а у нас простых людей своя. В общем, как говорится, страшно далеки они были от народа. И Арманд Крауклис, Линда Мурница и многие-многие другие. К сожалению, к мнению простого народа часто не прислушиваются. Наверху действуют по принципу «разделяй и властвуй». С другой стороны, наверняка и депутаты Сейма, то есть парламента Латвии, отовариваются в магазинах, приобретая российские и белорусские товары. Но тайком, о чем они стараются, не болтать. В любом случае, экономия. Итак, много уважаемых зрителей канала Мартлайф, вы смотрели очередной 214 выпуск новостей в рамках постоянной рубрики «Мартовские иды». Тема выпуска буквально шокирующая. Оказывается, Латвия завалена товарами из России и Белоруссии. О, ужас! Напоминаем, что вы находитесь на канале, на котором уже более 5 миллионов просмотров. У нас много видео на разные темы, советуем их посмотреть. Отсылайте их друзьям и знакомым. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Задавайте вопросы, мы обязательно на них ответим. Ждем, конечно, ваших комментариев. Спасибо за внимание, всем привет, до следующих встреч, пока!